приветствую вас с вами наталья мишина давайте с вами мы сегодня разберемся как нарисовать сочный желтенький перчик как его осветить и что мы для этого будем использовать по материалам это серая бумага консон темно-серая и мелкие рембрандт кахенур карандаши стабила то есть материалы довольно простые начинаем мы с вами как обычно начинаем рисунок с того что намечаем композицию в листе определяем осевую как стоит перчик и его пропорции соотношение высоты ширины и после этого уже намечаем начинаем намечать основные дольки тут надо быть очень внимательно смотреть по отношению к осевой как они идут в принципе ничего сложного но тем не менее надо будет сделать это очень внимательно я вам советую посмотреть это видео можете нарисовать как бы за мной или со мной вместе перчик а для того чтобы закрепить свои знания я советую вам ну сделать аналогичную работу с натура потому что ничто не учит нас лучше чем рисование с натура рисуя с картинки рисуя с видео мы никогда не научимся рисовать до конца правильно значит ну вот что сейчас я добавляю свет прямо белым карандашом наметила рисунок стати сепей карандаш сепия и сейчас потихонечку подбираюсь к теням я взяла темно-коричневый карандаш и прохожусь по всем 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 теням определяем границы светотени вот прямо даже линейная ее сначала ведь нарисовала линейно потом подштриховываю все тени очень сильно не жму то есть такой вот полупрозрачный слой который можно затереть то есть это как бы подложка такая которая нам не даст потом наш объем потерять потому что помимо цвета передачи вот каких-то нюансов цветовых у перчика нам надо еще объем передать объем это света тень вот значит теперь падающая тень падающий тень линейно и я продолжаю работу над объемами как видите опять я взяла темно-коричневый карандаш и отрабатываю все объемы добавляю темненького где-то растушевываю где-то посильнее где-то поменьше но это нужно еще даже для для себя для того чтобы разобрать объем то есть то что сейчас происходит это даже еще не живопись это относится к рисунку потихоньку я начинаю подключать цвет пастель можно взять кохенур или рембрандт смотрите у кого что есть я не рекомендую брать сразу очень мягкую пастель потому что потом на нее ничего не положишь то есть лучше начинать работу сначала с такой более твердой пастели то есть если вы допустим начнете с инелье то потом вы уже ничего не исправите вот этот принцип работы он помогает рембрандт вообще такая рабочая лошадка и можно сделать все и растереть и добавить мне это пастель очень нравится ну и какие-то моменты мы сейчас кохенуром будем делать я советую вам сразу отобрать мелки которые у вас есть подходящие по цвету и для себя как пришить что вы используете в каком месте это поможет вам на свету мы берем все оттенки желтого тени обратите внимание что я тень сделала такую красно-коричневый вот этот вот ближний к нам дольку то есть я как бы набираю и цвет и в то же время слежу за объем чтобы вот та подложка которую мы сделали у нас она не растворилась не испарилась я избегаю вот сейчас когда работаю уже цветом избегаю прям чисто коричневых тонов этот коричневый он у нас уже туда внесен в тени и так или иначе он у нас работает где тут я растираю все равно этот коричневый но немножко так просвечивает на этапе заполнения цветом немножко давайте поговорим с вами о освещении я взяла перчик и поставила его на солнце для того чтобы были контрастные светотени и для того чтобы цвет ну как бы светился что были яркие такие подсвеченные рефлексы потому что цвет это свет именно очень важен для того чтобы изображение было красиво если вы на какое-то мутное освещение пасмурная погода сделайте у вас такая картинка получится то есть здесь стояла задача именно солнечное такое яркое сделать ну вот по тому что сейчас происходит я добавила в тень такой зеленоватый умбристый даже и видите еще прохожусь сепи карандашиком то есть там где у меня немножко тень потерялась я периодически тоном добавляю еще очень важно будет передать рефлексы как бы свет тень допустим мы увидели но рефлекс он дает нам как раз ощущение объема и что делать чтобы он у нас не выпирал на первый план ну рефлекс это отраженный свет то есть свет падает на поверхность и подсвечивает тень вот сейчас я делаю рефлекс с одной стороны и ведь он как бы вроде светлый но в то же время я его затираю миксирую с предыдущими слоями чтобы он не смотрелся очень ярко чтобы он не был таким же по тону и обращаю ваше внимание по тону именно как световые куски или как полутона то есть рефлекс он находится в тени и поэтому его ни в коем случае не делать очень ярким и на всех этапах работы участие смотрите опять карандашом опять отрабатываю объемы то есть где-то за счет нанесения вот это вот пастозный такой вот массы пастели рисунок немножко убегает поэтому периодически беру карандаш и прохожусь карандашиком возвращаю как конкретику некоторые объемы карандаши стабила позволяют тоже очень так мягко работать такие удобные в этом плане так но что хвостиком хвостик по белому светло такой образ умбристо зеленый можно потом добавить просто зеленого на тень которая сепии сделала я сейчас добавила зеленого на переломах беленького чуть добавляю на это может быть не чисто белый карандаш какой-то другой но поскольку у меня там большие слои пастели то этот белый там смиксовался то есть он не смотрится как белый углубляю внутри делаю потемнее но даже немножко получилось больше чем надо потом надо будет это место чуть-чуть смягчить на хвостик светло зелененького пускай будет то есть не помешает ну вот в принципе работу можно уже даже на таком этапе где-то остановить то есть она уже в принципе состоялась но если у вас есть желание то можно ее продолжать и дальше чтобы продолжать дальше это значит мы продолжаем каждый объем еще отрабатывать искать там дополнительные цветовые кусочки да то есть где-то мы что-то добавляем где-то убираем и все время смотрим в целом то есть вот что-то добавили отошли посмотрели издалека как она села не села да вылетает не вылетает тот цвет не тот цвет не тем более пастель позволяет вот как бы изменять изменять то есть вы не портите работу только улучшаете на растертые слои наносите и такие более сочные тона особенно на свету вот кстати я сейчас сделала рефлекс немножко поярче да чуть-чуть поярче вот эта вот яркость тоже должна быть очень дозирована но на этой картинке у нас действительно были яркие рефлексы потому что солнышко освещало такое все сочное яркое красивая так ну и фон значит для световых участков я взяла пастель светло-серую это не белый цвет это светло-серый и прокладываю держа ее плоско заполняю тоном световые участки обратите внимание что край я делаю таким но не неровным поскольку это зарисовка то крайне должен быть ровно второй кусок более темным серым и для вот этого темного темного верхнего куска я взяла темно-серую пастель кахенур с фиолетовым оттенком не черную я решила что черную наверное тут будет слишком ярко слишком жестко вот и пастелью обрабатываю край вот этой темной очень внимательно световой край тех то есть чтобы подчеркнуть прям форму потому что постель все равно на даже несмотря на то что рисунок большой она как бы иногда как промахиваешься не совсем ровно и у кладешь это же крайне ровный значит падающий тень у нас остается бумагой и карандашом сепия я немножко углубляю тень под самим перчиком делаю чуть поярче потому что если этого не сделать ну так как то он немножко зависает в пространстве то есть под предметом всегда тень обычно концентрируется более темная становится и еще на этой тени на этой тени у нас рефлексы вот я туда немножко добавил и все это растираю поскольку эти рефлексы не должны у нас светиться не должны нам глаза бросаться кстати можно даже пройтись прям таким движением смахнуть часть вещества с перчика снизу на эту тень как бы немножко обобщить то есть сейчас вот там очень ярко потом я это тоже сделаю ну и дальше идет опять опять мы возвращаемся к свету чтобы получился мягкий свет я сначала нанесла потом размазала потом еще раз нанесла сейчас я добавляю белую пастель на световые участки по серому но не на весь кусок а частично тоже чтобы передать вот освещение солнечное мне захотелось добавить белую пастель вот просто для контраста ну по правилам наверное я сделала неправильно надо было какой-то желтоватый оттенок взять но мне так захотелось по сути я сейчас каждый объем еще раз прохожусь где-то смягчаю там какие-то у меня были кусочки там светилась бумага ну опять вот видите я как бы все время то общее делаю то частное то есть вот какой-то кусок отработала в целом смотрю добавила рефлекс смотрю не слишком ли он светится может быть его чуть-чуть убрать если немножко рисковато получилось можно немножко как бы так пальчиком смахнуть то вот чуть-чуть смахнула то есть там мне контраст не нужен ну и периодически вот то есть я повторяю повторяю одни и те же движения то есть при отработке объемов то я мелками делаю то опять карандашиком на свету нам такой контраст между дольками не нужен убираем его и опять вот рефлексик ушел то есть это так вот по мелочам все это доводится то есть если где-то вы добавили цвет сразу в целом посмотрите если он допустим лезет его надо затереть в конце я еще убираю немножко контур делаю его то есть там серая бумага светится я его немножко уберу ну надеюсь что было вам все понятно рисуйте не бойтесь не бойтесь ошибаться не бойтесь делать что-то неправильно пусть будет по-своему по вашему не надо точно копию делать благодарю вас за внимание желаю вам удачных работ рисуйте ставьте свои работы в комментариях